Пока я тут спонтанно поливаю вот этот фаленопсис. Такой хорошенький. Ну вот, утром осматриваю фаленопсисы и вижу, что один прям сухой-сухой надо полить. Ну вот и поливаю, не то что прям обязательно устраивать какой-то грандиозный полив. Какая красота! Ну да ладно, я не о нем. Я вот об этом. Короче, а чем меня поразил вот этот фаленопсис? Он, к сожалению, безымяшка. Он был куплен год назад и цвел, естественно, в Ашане. Я тогда думала, что у меня будет 5 фаленопсисов, я буду все их помнить и подписывать их не обязательно. Но их теперь 100. И, естественно, я забыла, что это за растение. Но оно у меня решило помереть в процессе жизнедеятельности. Вот здесь, видите, максимум замазанная часть. Вот здесь, на самом деле, срезанная часть шеи. Вот все, что розовое и красное, там было углубление в шею, ножом вырезанное и замазанное максимум. После этого помирать он перестал и, ну, просто, естественно, он встал и не растет. Потому что все-таки достаточно серьезное поражение, удаление части шеи. Вот. Стоял, стоял, стоял и вдруг начал расти. Давай, стоите на маякота. Начал расти и начал давать корни. Коченок. И понятно, что он начал давать вот все остальные корни. Даже вот из этого, допустим, старого корня. Вот вы видите, старый корень, вот из него сразу полез молодой корешок. И здесь тоже все было чудесно. Но, что меня потрясло, он выпустил корень, жирный нормальный корень, он выпустил из самой вот этой срезанной дыры. Четко из дыры, обработанной Максимом. Обычно растения этого не любят. Обычно там, где Максим, там все усыхает настолько, что потом ничего не растет, никакие корни. В общем, оттуда пошел корень. Но это еще не все. Я уже по ощущениям понимаю, что цветок пошел в рост. И вот он корни растит, растит и в горшке растит. А верхушку нет. Я думаю, как-то странно. Странно. Вот чувствую, что происходит что-то не то. И тут, вот это, если что, точка роста. Точка роста вот здесь. И тут я смотрю, что он из-под бокового листа. Вот видите, откуда-то из пазухи. Откуда обычно может вырасти или цветонос, или корень. Из пазухи вдруг начинает расти. Это вообще что такое? Это что, детка? Во-первых, зачем мне детка? У меня сто орхидей. Во-вторых, четкое ощущение, что просто лист не пробился здесь. Потому что там тоже было залеплено все обработкой. Знаете, я обрабатывала, и потом там осталась часть препарата. И как будто запечатала середину, ну, точку роста. Вот. Я сначала даже думаю, ну, ничего себе. Может быть, что-то идет не так. Может, я что-то не увидела. Но теперь вот они уже, очевидно, уже достаточно большие листы. Понятно, что это уже точно отсюда что-то растет. Но это еще не все. Так, если вот так вот. Вот вы видите, там что-то растет. Видно там во тьме, из шеи, рядом с корнем, вот повыше корень очевидный. А пониже это что, как вы думаете? Это вообще-то, ну, или цветонос, или еще одна детка? Детка эта маловероятна, потому что уже одна вон сверху растет. И не похожа конфигурация на детку. Похожа как раз вот этот клювик, похож на цветонос. Это что же за орхидея такая странная? Которая мало того, что корни выпускает из части шеи, срезанной и намазанной максимом. Потом она дает детку на ровном месте, хотя ее этого никто не просил. И вообще это не умирающее растение, зачем ей давать детку? И дает одновременно цветонос. Вот понимаете, да? Очень по-разному происходит все в жизни орхидеи. И никогда заранее не знаешь, кто помрет. Вообще она помирать собиралась, эта орхидея. Не зря тут все вот красное. Это обработка, то есть мало того, что у нее гнила шея и намазана максимом. Так вот это обработка препаратом от гниения корней. Вы знаете, от картофельных гнилей есть такой препарат. Я забыла, как он называется. Но в общем, чтобы корни не гнили, сами по себе обрабатываются корни. Вот, так что... Но еще я хочу сообщить радостную для себя ситуацию. У меня нет ни одной на данный момент больной, плохой, какой-то там неправильной орхидеи. Все мои орхидеи здоровы, у меня никого нет на реанимации, все растет. Даже вот те, которые я раньше в роликах показывала, кто из Ашана, например, куплен был, изгноился корни в горшке, у них пошли новые корни. Это прекрасно, потому что я не хочу возиться с орхидеями. Это для меня вот такая радость, а не хлопоты. Это не хлопоты, это радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова